В Алма-Ате сегодня простили с фигуристом Денисом Теном. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи, погибший от рук преступников. Он ушел несправедливо рано. 25 лет. Впереди было еще столько планов, связанных не только со спортом. Отдать последние почести Денису Тену пришли тысячи людей. Репортаж Анатолий Лазарева. Легенда. Тысячи человек пришли проститься с Денисом Теном. И многие держали плакаты, на которых первым было написано именно это слово. Денис Тен для казахстанцев действительно стал легендой. Это был великий сын своей страны, который прославил нашу страну. Мои племянники занимаются фигурным катанием. И он очень много мастер-классов у них проводил. Гроб накрыт государственным флагом. Единственный в истории Казахстана фигурист, завоевавший олимпийскую медаль. Бронзу в Сочи в 2014. Фотография именно с ней в траурной рамке. А еще было серебро чемпионата мира в 2013-м, бронза мирового первенства в 2015-м. Новость о трагической гибели шокировала. Стала личным горем для очень многих. Все казахстанцы гордились. Я когда услышала по радио, я заплакала. Невосполнимая утрата даже не помещается ни в голове, ни в душе. Никак не можем согласиться с этим. Никогда не жаловался. Не говорил, что ему тяжело. Просто улыбался. Был отзывчивым, хорошим другом. Прощались с Денисом в здании Дворца спорта, где он провел не одну сотню, а то и тысячу часов тренируюсь. В детстве родители записали его во все кружки, в какие только смогли. Он занимался тэквондо, каратэ, плаванием, акробатикой, танцами. Ходил в кружок живописи, пел в хоре, играл на фортепиано. Первые шаги в фигурном катании Денис сделал на льду крошечного катка обычного торгового центра. Фигурное катание сразу тронуло мою душу. Это мне показалось чем-то абсолютно необыкновенным. Возможно, я просто любил сложности. И несмотря на то, что у нас не было никаких условий заниматься этим спортом, я, наверное, был самым ярым фанатом катания на коньках. В детстве у меня коньки, они были совсем не такими, какими мы видим их сегодня. То есть папа экспериментировал, он разрезал бутылки, брал всякие пластмассовые основы для того, чтобы укрепить мои ботинки. Я мог тренировать различные элементы прыжки. Уже в 12 лет он выиграл свой первый чемпионат страны. В 16 ему аплодировал весь мир. Сейчас я могу с радостью сказать, что я очень счастлив тому, что достойно представил нашу страну в таком серьезном турнире. Мы поехали на чемпионат мира. И этот чемпионат мира в Лос-Анджелесе стал для него потрясающим, потому что весь зал встал, когда он катался. Это был настоящий шок. Маленький мальчик из Казахстана приехал. Это не фигурно-катательная страна. Ушел из жизни действительно яркий, талантливый, молодой, амбициозный. Это человек, который принес своей стране победы. Это человек, который был разносторонний, очень интеллигентный, начитанный. Алексей Ягудин, коллега и друг Тена, когда пришло известие о гибели спортсмена, выложил очень эмоциональное видео в соцсетях. И сейчас по-прежнему все мысли только о Денисе. Добрый, чистый фигурист. Самое главное, умный. Многие, может, даже не обращают внимания, когда с кем-то переписываются в телефоне. Всегда отмечал четкость, когда он не допускал никаких ошибок. Всегда были правильно расставлены запятые. Казалось бы, это мелочи, но это действительно в какой-то степени показывает, кем был Денис. Благодаря Тену фигурное катание в Казахстане стало очень популярным. Сам он со временем хотел стать тренером. А еще мечтал снять кино про любовь к глухой девушке и немого парня. Вот на этих кадрах недельной давности он рассказывает о своем сценарии. Но судьба распорядилась иначе. Минувший четверг в центре Алматы среди бела дня спортсмен застал двоих, пытавшихся украсть зеркала у его автомобиля. В потасовке он получил несколько ножевых ранений и скончался от потери крови. 13 июня Денису Тену исполнилось лишь 25. Анатолий Лазарев, Ольга Герасименко, Елизавета Лучегорская, Сергей Романов. Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok